О страхе Божьем, святитель Иоанн Златоустов Самая высокая добродетель приписывать все Богу и ничего не почитать своим Ничего не делать для приобретения славы человеческой Но все делать для благоугождения Богу Ибо Он, а не другой, кто потребует от нас отчета во всех делах наших Но в наше время порядок этот извращен Ибо ныне мы не столько боимся того, который некогда восядет на судилище и потребует от нас отчета в делах наших Сколько страшимся тех, которые вместе с нами предстанут на суд Отчего же в нас болезнь эта? Откуда она проникла в наши сердца? От редкого помышления о будущем и крайней привязанности к настоящему Отсюда мы так легко впадаем и в злые дела И если делаем что-нибудь доброе, то делаем только на показ Так что и за это нам угрожает наказание Может кто взглянуть похотливыми глазами на женщину и утаить это от той, на которую посмотрел Так и от спутника своих Но никак не скроет всего от ока Никогда не дремлющего Еще прежде, нежели человек сделает грех Не дремлющее око уже видело в душе его преступную похоть и внутреннее неистовство И бурное и необузданное движение помыслов Ибо всеведущий не имеет нужды в свидетелях и доказательствах Посему смотри не на подобных тебе рабов Ибо если человек и похвалит дела твои Это будет бесполезно для тебя Если не примет их Бог Так же если и похулит он и человек Это нисколько не повредит тебе Если не похулит Бог Напротив, высоко ценя мнение подобных тебе рабов А не страшась и не трепеща негодование суди Смотри, не прогневай судью Итак, призвим похвалу человеческую Доколе будем унижаться и присмыкаться по земле Доколе будем порываться к земле Когда Бог влечет нас на небо Братья Иосифа не сделали бы умысла в пустыне Убить своего брата Если бы, как должно, имели пред очами страх Божий Равным образом и Каин Если бы боялся суда Божия Как надлежало бояться? Не сказал бы Авелю Пойдем в поле Бытие 4 глава 8 стих Для чего ты, бедный и несчастный Отлучил брата своего от отца и увел в пустое место? Не для того ли? Как ты думал, что на поле Бог не увидит твоего дерзкого преступления? Как же ты не научился наслучившегося с отцом своим, что Бог все видит и все, что мы делаем, знает? И так всегда должно иметь перед очами страх Божий И все самые неистовые страсти умолкнут Живя без страха нельзя совершить ничего благородного и удивительного Посему апостол говорит Со страхом и трепетом совершайте свое спасение Филиппийцам 2 глава 12 стих И не просто сказал со страхом, но прибавил и трепетом, который есть высшая степень страха Ибо если житейских дел нельзя совершить без страха, то не тем ли более духовных? Скажи мне, кто выучился грамоте без страха? Кто сделался опытным в искусстве без страха? Если же там, где не подстерегает дьявол, а только ленности гатит Нужен нам такой страх, дабы отвратить нерадение То при такой борьбе, при таких препятствиях Как можно спастись когда-либо без страха? Как же может родиться сей страх? Если мы будем помышлять, что Бог везде присутствует Все слышит, все видит Не только дела и слова, но и все происходящее в сердце и в глубине души Судит помышление и намерение сердечное Евреям 4 глава 12 стих Если так настроим себя, то и не сделаем, и не скажем, и не помыслим ничего худого Посему, что бы ты ни делал, делай с мыслью о везде присутствии Божьем Ибо Он действительно везде присутствует Итак, принимаешь ли пищу, располагаешься лишь спать? Гневаешься ли на кого? Похищаешь ли что? Предаешься ли удовольствием или другое? Что делаешь? По мысли о присутствии Божьем И никогда не предаешься смеху, не воспламенишься гневом Если такую мысль будешь иметь постоянно, то постоянно будешь в страхе и трепете Как бы стоял близ тебя царь Строитель, хотя и опытен, хотя очень искусен, впрочем Стоит со страхом и трепетом, боясь упасть со здания И ты уверовал, соверши много доброго, зашел на высоту Держи себя крепко, стой со страхом и смотри бодро, дабы не упасть оттуда Ибо много духов злобы, хотящих низвергнуть тебя Из бесед на второе послание к Карифинам и на послание к филиппийцам Святого апостола Ой, святого злобы